День покоя Наставление, чтобы мы были совершенны, как Слово Божье говорит, людьми совершенными, ко всякому доброму делу приготовлены. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим за день сей воскресный, день покоя, день милости, день амнистии нашей. Ты, Господи, смертью Сына Твоего примирил нас с Собою. И дал нам вечный покой, ввел нас в этот покой, чтобы мы, зная об этом, пребывали. По слову Твоему еще остается это время. Благослови, чтобы каждый присутствующий в Доме Твоем не оказался опоздавшим. Благослови нас, те, которые вошли в Твой покой, возвещать совершенства Твои жизнью своей, песнопением, молитвам, присутствием в Доме Твоем. Благослови все сие служение. Мы нуждаемся, Господи, в том, чтобы Ты прошел по рядам и сказал каждому из нас, что недостает нашей веры. Благослови слово Твое услышать в этом дне. Благослови хористов, успевающих имя Твое святое. Благослови нам помолиться Тебе в Доме Божьем, ибо дом сей, дом молитвы, наречен. Благослови, чтобы мы, зная это, открывали сердца свои, желания пред Тобою, чтобы Твой мир наполнял сердце наше, и чтобы Твоя благодать действовала на нас. Благослови детей наших, благослови отроков малых, которые в Доме Твоем. Благослови, чтобы они с раннего возраста, слыша Слово Твое, могли укореняться в вере и утверждаться в истине. Благослови братьев, поехавших, Господи, на Украину, храни их там. Благослови всех нас и всех святых Твоих, которые в этом дне молятся, обращаются к Тебе. Благослови и соедини нас одним желанием быть верными Тебе, ожидать Твоего явления и стараться предстать пред Тобою чистым, когда Ты придешь и явишься. Будь прославлен всем в полдневном служении. Бог наш, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. О, Спаситель, благодать, на благою вести звень, Дай нам все слова поднять, все слова любви Твоей. Дай общение сердца, 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 иди. Пусть, Благослови и вести звеньм праздник, образили весь Твоей. Образили все слова поднять, все ли нам все здоровье, образили весь Твоей. Благослови и回來 Line. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok У меня такое ощущение в последнее время, что из разных ролей, которые Бог возложил на меня, роль матери является самой большой, с таким большим-большим зонтом, под которым все остальное прячется, которое вовлекает всю мою жизнь, все мои чувства, все мои мысли, мечты, все мои желания. Все связано с тем, что я мать. И не просто мать, а мать-христианка. И особенно сегодня, понимая, что особенное воскресенье, где будет совершаться молитва за всех детей на вечернем служении, перед тем, как они пойдут учиться, учиться жизни, учиться наукам, я понимаю, что моя роль становится еще более сконцентрированной, такой более ярко выраженной. И я для того, чтобы не упасть с духом, для того, чтобы не бояться, потому что Бог дал нам не духа боязни, а духа силы и любви, целомудрия. Слово Божье — это единственное то, что я нахожу моим якорем, тем, что держит меня и что не даст мне поколебаться. И только по милости Божьей я могу двигаться дальше, имея пятерых сыновей, двоих дочерей, для того, чтобы показать им дорогу к храму, дорогу к Иерусалиму, дорогу в небо. И вот эти стихи, которые мне помогают, я хотела бы прочитать сейчас. Псалтирь 126, 3. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева». Неемия 4, 14. «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Плачь Иеремия 2, 19. «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои, а душе детей твоих, издыхающих от голода, на углах всех улиц». В духовную страстную брань ежедневно вступая, за родных и близких громко слезно умоляя, чувствую, несу я трудную пронзительную ношу. «Но твердо я в сердце решила, что битву не брошу. Слово слышу с полным верой и дерзновением, прийти к престолу нужно без всякого сомнения. Милости просить и Божьей благодати от первосвященника, кто может сострадать нам». «Мой страх и ужас о судьбе детей и близких, что не смогу я прочно и надежно защитить их, бесследно будет уничтожен обещанием Божьим. И в душу снизойдет покой сердечный, непреложный. Ведь милость Божью обретает недостойный, незаслуживший благодати, покаянный и грешный. Долой же гордое, тщеславное довольство! Войду в святилище, где Бог ответит без упреков, просто. Аминь. Слава Богу! Учение Асафа здесь так сказано, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Вот здесь такое слово есть, фраза такая, чтобы мы не забывали дел Божьих. Необходимо возвращаться туда, в прошлое, братья и сестры, и вспоминать то, что Бог уже сделал в нашей жизни. И в Псалом здесь есть такие слова, «Не дай забыть, что все неспослано Тобою». Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Воля Твоя будет, Господи, всюду, везде и во всем. Не дай забыть, что все неспослано Тобою. Не дай забыть, не дай забыть Душе моей в обители покоя. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Что принесет этот день, поддержи, наставь Ты меня. Господи, все я приму со спокойной душой. Господи, волю святую Твою дай местить и понять, чтобы с молитвой по жизни я шел. Не дай забыть, что все неспослано Тобою. Не дай забыть, не дай забыть Душе моей в обители покоя. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Господи, умой, сердце мое просвети для того, чтобы я правильно мог послужить. В вечных путях, неизменных законов, творения всего. Ты научи и прощать, и любить. Не дай забыть, что все неспослано Тобою. Не дай забыть, не дай забыть Душе моей в обители покоя. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Господи, что с Онной будет, не знаю, но верю. Все мне во благо, и все от Тебя. Благослови, выхождение, вхождение двери. Шагу не дай мне ступить, не любя. Не дай забыть, что все неспослано Тобою. Не дай забыть, не дай забыть Душе моей в обители покоя. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Славить Тебя на земле Твоей всюду, что лучше. Не дай забыть, что все неспослано Тобою. Не дай забыть, не дай забыть Душе моей в обители покоя. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Не дай забыть, что все неспослано Тобою. Не дай забыть, не дай забыть Душе моей в обители покоя. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Да, позволь, Господь, с Тобою быть. Приветствую, дорогие братья и сестры. Я бы хотел слово сказать про пророка Осии. И у меня будет слово по-английски. Но я бы в конце хотел вернуться по-русски и объяснить чуть... С главным смыслом моей правовиде. Первое, я хочу сказать спасибо. Спасибо за все, что все люди, которые... ...преедусь за нас, когда мы были в детском. Это было огромное блесение. Мой little брат, который пришел в Крест. Много детей пришел в Крест. И я хочу сказать, что вы. Если мой голос sounds a little bit weird, ... ...вот я работаю с детей все время. И я очень, очень tired. Но Бог, Господь, с Тобой, с Тобой. Это было прекрасно. time for us just to get close to the kids and preach the gospel to them. Also, Gusenko family, thank you so much for your участие. That really blessed my heart. And to explain, to know, understand a little bit about the book of Hosea, we need to look at the history of Hosea and who this man was and what was going on in the nation of Israel around that time. So if you have your Bible, open up to Hosea. It's right after the big Isaiah, Jeremiah, Daniel. It's right there. One of the first minor prophets. Hosea was written around 787- 790 BC. So it was about 800 years before Christ came to this earth. And ever since the kingdom of Israel was divided, it never really came back to existence as one nation until the 1900s when Israel became a nation again. So the nation of Israel at this time of Hosea was split between the northern kingdom and the southern kingdom. And what makes the book of Hosea unique that it is the only Old Testament prophetic book that is written from the northern kingdom, that is written to the northern kingdom. At this time, the southern kingdom has already been taken over, taken into captivity. So all that's left is the northern kingdom of Israel. Israel. And here we have this man, Hosea. We don't know much about him. All we know that he's the son of Biri, I think. That's how I pronounce it. But all we know is that that's him. He's a prophet and that God is speaking to him. So he's writing to this nation of Israel. Now this is a time of prosperity. This is the time of material abundance for the nation of Israel. And this is a time also that is dominated by Canaanite worship. These people, this nation of Israel have forgotten their God. They have forgotten all that God has done for them and they have gone to serve other gods of the land which they live in. And a lot of practices that they were doing were very, very, very against God. So this man, Hosea, comes to this nation of Israel who are going through a period of great abundance, who are worshipping other gods and he pleads to them. He pleads to them as a loving husband. And so what happens is, let's take a look at Hosea chapter 1. We'll read verse 1 and onwards. The word of the Lord that came unto Hosea, the son of Biri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. And in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, the beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, go and take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms. For the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. So what happens is this. The Lord comes to Hosea and He says, Hosea, I want you to take a wife, but not just any wife. I want you to take a harlot. And so Hosea is very, very obedient to the word of the Lord and he takes this wife. And as time progresses, they start having children. And we read in verse 3 that he went and took Gomer and she conceived and bare him a son and his name was Jezreel. So as time progressed, Hosea and his wife, they had their first child. And the Bible says they bare him a son. Time progressed a little bit further and she conceived again and bare a daughter. And her name was Lorahuma, which means no pity. A little more time passed and they had a third child, which was a son. His name was Lo-Ami. And all these children were symbolization of what is going on in the nation of Israel at that time. Like, for example, the name Loruma, which means no pity. God is telling Israel, because you have left me because you are serving other gods, I will have no pity on you. And then the other name, Lo-Ami, it says, you are not my people and I will not be your God. So by these children's names, God is pronouncing a judgment on the nation of Israel for departing from the path that God has set for them, from departing and forgetting his past faithfulness and going and serving other gods. A little more time passes and Hosea is living, I assume, peacefully with his wife and his kids. But all of a sudden his wife is like, I don't want anything to do with this anymore. And so she runs away. She runs away to her former lifestyle and over there she is gone. And Hosea is living with his three kids and God comes to him again. He says, listen, what I want you to do is this. I want you to go, find your wife, buy her back, and love her again. And so Hosea is obedient again. He is a prophet of God and he goes and he finds his wife. At this time she is practically a slave. And he buys her back for 15 pounds of shekel and then some barley. And he loves her again. This is very, very... God decided to use Hosea and his personal life to illustrate what's going on in the nation of Israel at that time. The book of Hosea can be broken up into two different parts. The first three chapters, which is an explanation of Hosea and his personal life. And then the second, 4 through 14, is just excerpts from his messages to the nation of Israel. And so Israel, they began great. They got out of the Exodus. They listened to God. They crossed the Red Sea. God was being faithful. They were defeating all these nations, the Ai and Jericho and all these nations. God was with them. And there came a time where God told them to drive everybody out of the land. All the inhabitants. Because God understood that over the passage of time, if you don't drive all the inhabitants out of the land, they will start to influence you. And it's kind of interesting that it's kind of a parallel in our life that when we come to Christ, he asks us to drive all the inhabitants out of the land. Because if we leave something that we don't give fully to God, they will start to influence us sooner than later. And so what happened was God says that as this woman ran away from Hosea and was kept as a slave, really, so it will happen with the nation of Israel. Hosea is preaching with his life, literally, and telling them that, listen, if you guys, if you do not come back to God, you will be in captivity and you will be a slave for an amount of years. And just as this woman was gone, so will the nation of Israel. But the beauty of this is that God never stops loving the nation of Israel. Hosea, I assume, never stops loving his wife. And he goes and he buys her back. And just as Hosea goes and buys her, his wife back, so does Israel, so does God go and buy Israel back. And not only does God go and buy Israel back, when we were in the land of captivity, when we were in the land of sin, slaves to sin, God sent his son to buy us back to himself. God sent his son to buy us back from the land of captivity that we would be free. And not only be free, but that he promises us that he will love us. It's a great example of what the gospel is, even in the Old Testament. So what does that mean to us? We see that Hosea, we see the example between Hosea and his wife. We see the example between Israel and God. But what does that mean to us? Don't give yourself to other things other than God. Don't give yourselves to idols. Just as this woman left her amazing place, she was with Hosea. He fed her. He clothed her. He did everything for her. And she still chose to run away. Same thing with us. God gives us all of these things. It's kind of interesting that in chapter two, we read that when she was gone and when she was away from Hosea, Hosea came to her master and paid her master to take care of her. And so she doesn't even realize it, but that all that she's getting from her master is coming from Hosea. All the blessings that we get and we think that they're just random in life, they don't just come randomly. They come from God. And God can use any kind of circumstances to give us blessings. It's important for us to remember what it was like when we first came to him. Just like Hosea and his wife, he was clothing her. He was feeding her. He was giving her everything necessary for life. That's what God did for us. When we first came to him, that's what God did for us. He gave us everything we need and not just the bare necessities. He gave us life and not just life, life eternal. Second Peter 3.9 says, God is unwilling that any should perish, but that all should come to repentance. I think sometimes we have the wrong idea of God. We think that God is some kind of judge sitting on heaven waiting for us to mess up one time so he can, oh, there you go. You messed up. You can no longer be my child. God is not like that. And God paints himself in this kind of light that he's a loving God. Even though we go astray, even though Gomer, Hosea's wife, went astray, he still came to her. He still loved her throughout the entire time. And I can tell you from personal example that when you do go astray from God, he does not stop loving you. Even when you think you're far away from God, even when you think, you know, finally he can't bother me anymore and the Holy Spirit doesn't affect me anymore, God still works to bring you back to him. Now that's an amazing love. He does not want you to stay where you are. And I just want to read in conclusion Hosea chapter 2, verse 23, and then we'll read a little bit farther as well. This is God telling the nation of Israel what he will do. And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, thou art my people. And they shall say, thou art my God. Do you remember the children's names? The children's names were no pity, and I will not be your God. And God says, I will show you mercy, and you will be my children, and I will be your God. That's a great example of God's love for us. Look at chapter 3, verse 1. Then said the Lord unto me, go yet, love a woman, beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love toward the children of Israel, who look to other gods and love flagons of wine. So I bought her to me for fifteen pieces of silver, and for a homer of barley, and for a half homer of barley. And I said unto her, thou shalt abide with me many days, thou shalt not play the harlot, thou shalt not be for another man, so will I also be for thee. For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim. Afterwards shall the children of Israel return, and seek the Lord their God. And David their king, and shall fear the Lord, and his goodness in the latter days. God brought us back from the captivity of sin. God brought us back, and gave us freedom. And he loves us. And even though we understand this, and we have been saved, sometimes we are tempted to go back into our old lifestyle, to go back into what we were doing previously, to get some kind of satisfaction, to get some kind of fulfillment from that. But do we not understand that everything good and everything comes from God? Nothing in this world can give us the satisfaction. Nothing in this world can fulfill us, give us any kind of feeling of wholeness other than God. God, then why do we so often go astray and try to find the fulfillment somewhere else? God has everything we need. And here he is, calling his nation back. He says, Israel, come back to me. Hosea says to his wife, come back to me. And God says to us right now, come back to me. I have everything you need for life. He says to us. He says to us. We heard that God calls his people back to him, to come back to him, to come back to him. They will serve him and love him. И когда народ ушел от Него, Бог все равно их любил и призывает их. И также Бог сейчас нас призывает, даже если мы отошли, даже если мы пошли к нашим прошлым делам, Бог все равно нас призывает обратно к Нему, потому что Он нас сильно любит. И Он отдал Его Сына, чтобы Он умер за нас и дал жизнь за нас. Аминь. Многим людям это имя ни о чем не говорит. И в одном ряду с другими, как история звучит, Как забытое предание про Учителя Христа, Путь земных Его скитаний, кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, И душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед Ним и дивный свет Его лицом. Многим людям это имя, только имя мудрецом. Иисус, Тур. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень важно, очень много пророчеств здесь мы находим И уже брат передо мной прочитал несколько стихов из нескольких мест Я думаю, как-то мы немножко настроились И я хочу тоже прочитать, положить в основании наших размышлений и тоже с этой первой главы прочитаем некоторые стихи Книга пророка Осии, 1 глава, со 2 стиха, прочитаем до 10-го включительно Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок 1 стиха, это книга, книга Торзоконии, 7 глава, 9 стих, Торзоконии 7, 9 И так знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой И милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов Братья и сестры, мы говорим на тему Христос каждой книги Библии И просматривая каждую книгу, изучая каждую книгу Ветхого Завета, мы касаемся образов, которые свидетельствуют нам о Господе Иисусе Христе И когда мы говорим о книге пророка Осии, мы говорим в первую очередь о верности Верность, какое прекрасное слово Само слово по себе уже красиво, но по словарю Ожогова оно не меньше прекрасно, как оно определяется Это стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей долга Прекрасное слово и не только само слово, но это чувство, это то, что каждый человек, может быть, вступая в брак, думает, молится, мечтает Быть верным и иметь верность со стороны другого Знаете, рассуждая на эту тему, о тему верности, я просмотрел много материала И должен сказать, что очень много притч, очень много книг даже, ученых статей, басней люди написали на эту тему Потому что каждый человек в этом мире когда-то и думал о верности, когда-то встречался с этим термином И когда-то мечтал или жил, или имел, или хранил верность Люди воспевают верность, люди хотят верности Хотя сами не всегда бывают верными, это тоже нужно заметить Говорят, что это правдивая история, которая имела свое начало во время Второй мировой войны Молодой парень по имени Иван Степанович Фомичем ушел на войну и оставив дома молодую жену Наташу, которая ждала ребенка Молодые люди, как всегда, клялись друг другу верности, обещали друг друга ждать И когда война еще продолжалась, много было писем, полные эти письма были любви, нежности и заверений, что они ждут друг друга, они любят друг друга, они верны друг другу Но в один момент вот эти письма с фронта оборвались, их не стало Уже война закончилась, те, кто остался живой, солдаты вернулись домой, а от Ивана никакой вести Наталья начала искать, начала стучать, что же случилось, как это получилось, где он Но на каждый из своих запросов она получала один и тот же ответ В списках не значится Проходили года, прошло много времени, а она ждала друзья и подруги, и верные люди, которые рядом были, родственники Говорили, забудь, выйди замуж, устрой свою жизнь, как-то позаботься о себе Но она отказывалась Одна воспитывала дочь, одна ставила ее на ноги, и так прошла вся жизнь Да, снились сны, были какие-то мечты, были какие-то грезы, она ждала И когда Наталье исполнилось 80 лет, ей приснился сон, когда отмечали ее день рождения, это 80-летие Она пришла и сказала, вы знаете, я видела сон И в этом сне мне приснилось, что я вижу Ивана, который стоит возле большой реки И он говорит, не верь никому, я живой, я люблю тебя Знаете, дочь, которая родилась, которую она воспитала, уже тоже таким зажглась желанием сделать все необходимое, чтобы все-таки найти хоть могилу И были приложены масса усилий, масса стараний Как-то так получилось, что даже подключили сюда и посольство Германии, и Польши И, наконец, нашли могилу Ивана В полученных документах ответ был такой Человек с именем Иван Фомичев похоронен в городе Свентошу в Польше Но, но похоронен полгода назад Верность Она хранила верность Всю свою жизнь она жила и мечтала о том, что в один момент они встретятся Они будут вместе Она хранила верность И когда мы читаем книгу пророка Осии Мы понимаем, что здесь как раз наоборот История пророка Осии, как уже Михаил много нам и сказал Она заключалась в том, что Бог сказал человеку Бог сказал пророку Иди, сделай что-то Что-то такое, что может быть Каждому человеку, если бы к нему обратился Где-то в ум не вкладывалось Как так? Но это были слова Бога И Иосия пошел и исполнил И когда мы читаем эту книгу пророка Осии Мы видим мужа, который верен Несмотря на неверность жены И чтобы показать вот эту неверность народа израильского Бог повелевает этому человеку, пророку Идти и взять в жены распутную женщину Которая имела любовников Эта жена родит ему детей Как мы уже слышали, трое детей И этот пророк назовет их Израиль Непомилованная и немой народ И через некоторое время эта жена уйдет к другому И он по повелению Божьему пойдет Выкупить ее и возвратить ее в свой дом Сын Беэри, как написано, Осия Пророчествовал долгое время Вот когда читать пособия по этой книге То отмечается, что он долгое время был пророком И он жил где-то 780-х до 725-х годов Знаете, что время шло наоборот И это время было тогда, когда были другие пророки Пророчество Осии где-то захватило пророка Амоса Который пророчествовал как бы до и в это же самое время А также пророчество Исаии Который пророчествовал в это время и чуть позже То есть Осия где-то находился посредине Осия жил в это время, когда в Израиле Когда Израиль был разделен на Северное и Южное Царство Было Иудея и был Израиль И вот в это время Осия жил и пророчествовал Именно в Северном, именно в том царстве Которое исчезало Которого потом и же не стало Во время пророчества, во время жизни Осии Этого Северного Царства так и не стало Иудея же в это время все-таки хранила верность Богу И помните, когда мы читаем Старый Завет Там был такой царь, благочестивый царь Езекия, и что мы очень часто говорим И вспоминаем его образ, что он был благочестивый царь И написано, что в те дни Езекия заболел смертельно Помните, да? И написано, что он отвернулся к стене Когда Исаия пришел и сказал ему, что Ты не выздоровеешь и умрешь Он отвернулся к стене и плакал и молился Вспомни, Господи, я ходил пред Тобою Хорошо, я ходил правильно перед Тобою И Бог его помиловал и дал ему еще 15 лет Это было в Иудее В это же время в Израильском Царстве, как называют Или в Царстве Северном, был Иосия Иосия проповедовал и говорил Израилю, что Они напоминают вот то, что он пророчествует и словом, и жизнью своей Он взывал к этому народу и говорил Израиль, посмотрите, посмотрите, что я делаю Это Бог повелевает, это мое обращение Это не мои слова Это Бог говорит к вам Потому что вы так поступаете И вы так живете И ваше блудодеяние, и ваше идолопоклонство Уже переступило всякую меру И Бог скоро накажет, если вы не остановитесь Знаете, вот это предостережение, эти слова Они в некоторой мере очень схожи и с пророчеством Амоса Но нужно сказать, что пророк Амос Которого называют еще пророк непреклонного обличения То Иосия в данном своем пророчестве Он говорил о том, что если вы покаетесь Бог примет вас Осия говорил о том, что несмотря и не снижая на Божьи требования Бог дополняет Бог говорит о том, что Бог милосерд Бог полный любви И Он готов принять, если они покаются И отвернутся от своих грехов От своих путей неверных И придут к Богу И Бог готов их принять Бог ненавидит греховность народа Он накажет за неверность Но если они опять к Нему вернутся Если они придут, то Бог их примет опять Он их просит, Он их помилует Когда мы размышляем над книгой пророка Иосии Когда мы стараемся здесь увидеть образы Иисуса Христа Когда мы говорим о том, что каждая книга имеет этот образ Иисуса Христа То мы, братья и сестры, первые, что должны отметить Что мы видим образы Иисуса Христа В верном муже, который любит независимо от неверности жены Бог верен Бог в своей троице Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый Он верен Независимо, как уже было сказано сегодня Независимо человек любит, не любит, верен, не верен Бог любит, Бог верен И Он ждет, когда человек придет, покается Оставит свои грехи И придет и будет следовать за Господом Любить Его и исполнять Его волю Вы знаете, в Священном Писании очень много примеров о том Как Израиль был неверен Богу И я когда размышлял, когда готовился к проповеди Я подумал, какой один из ярких таких примеров И знаете, мне на ум пришел один такой яркий пример Это время Ильи В их блудодеянии служить Ваалам, служить Астартом Кому только угодно они служили Но про Бога вообще забыли Они Богу не служили, они Бога не почитали Они уже не знали, кто такой Бог И надо было Ильи собрать, на гору кормил И явить пред ними величайшее чудо Да, Бог явил, но с помощью Ильи И там Илья обращается к множеству людей, к народу и говорит Хватит вам хромать на оба колена Если Бог Ваал, то Ему служите А если Бог наш, Бог живой, то Ему служите Хватит вам хромать на оба колена Мы знаем, что там произошло Потом произошло это чудо И народ весь встал и кричал Господь есть Бог, Господь есть Бог Долго они так кричали Да прошло немного времени Они опять отвернулись И они опять проявили свою неверность Они опять забывали Бога И шли своими путями Грешили, блудили И проявляли свою неверность Но Бог был верен Бог ждал Бог любил Бог давал еще и еще один шанс И ждал, когда люди придут к Нему Покаются и будут ходить Его путями И знаете, вот место, которое мы прочитали Из книги Второзакония Бог открывает себя народу израильскому Бог открывает себя всему миру И говорит через Моисея Итак, знай, что я Господь Бог твой, есть Бог, который Бог верный Который хранит завет свой и милость К любящим Его и сохраняющим заповедь Его До тысячи родов Насколько Бог верен Насколько Бог любви обиль И знаете, когда читаешь эти слова Как-то сердце торжествует И восхищается И слова благодарности И хвалы Богу сами Появляются на устах Господи, Ты верен Господи, до тысячи родов Господи, Ты милуешь Ты любишь Ты прощаешь Верный Хранит завет Сколько ласковых, полных любви Слов обращено к своему народу Смотрите, каждый день я простила руки свои К народу непокорному Я носил Тебя на орлиных крыльях Я носил Тебя, как на орлиных крыльях И принес к себе Я питал Вас манною Я врачевал Твои раны Я люблю Тебя безусловной любовью Эти все слова Бог обращал к народу Они опять и опять проявляли свою неверность И не ходили его путями Подобно как Осия, который говорит своей жене Я люблю Тебя Бог обращается к людям и говорит Я Бог справедливый Но я также Бог человеколюбивый Я не желаю смерти грешника Но хочу, чтобы грешник оставил свои пути И имел жизнь, имел жизнь вечную Верность Божья проявлялась постоянно И читая Священное Писание, Библию Мы находим в каждой книге Мы находим почти в каждой главе Где отображена эта верность Божья Бог любит, Бог спасает, Бог заботится И знаете, вот один из таких еще ярких примеров Который пройдет или случится в жизни Это где-то через 130 лет после Осии Осия пророчествовал Осия жил в Израиле Но настает время, когда уже Израильского царства не станет 130 лет пройдет И случится тот момент, когда трех молодых мужей Бросят в огненную печь Которую распалят в семь раз сильнее Для того, чтобы убить Для того, чтобы их истребить И чтобы о них даже история не вспомнила Но не тут-то было Потому что Писание говорит, что Даже огонь или пламя огня Убило тех, кто бросал этих мужей Но этим мужам никакого вреда Даже запаха на одежде Даже волосы не опалены Никакого вреда не было Почему? Потому что появился там Среди огня В этой печи Как Нюхавадонос рассказал Некто подобен Сыну Божию Тот, который был от начала Все им сотворено И даже огонь И он пришел И он проявил верность Он верный муж Он верный, о котором мы сегодня говорим Он пришел И опустился в эту печь Чтобы быть с теми Кому обещал поддержку И знаете, здесь же обетование Здесь же говорилось о том Что Когда Господь сказал Пойдешь через воды Они не потопят тебя Или пойдешь через огонь Он не обожжет тебя И это обетование Исполнилось наяву В жизни Сидраха, Месаха И Авдинага Господь верен Господь никогда не оставляет Господь проявляет милость свою И заботится о тех Чье сердце вполне предано Ему Любовь Бога Его верность Открылась, братья и сестры Нам в том Что Иисус оставил небеса Пришел на эту низкую землю Чтобы вернуть своих домой Он пришел, зная Что подобно Осии Оставленного женою Израиль оставил Бога Да что Израиль Все отвернулись от Бога Мир погряз в своих грехах И Бог посмотрел на мир И сказал Все совратились Нет праведного ни одного Все в грехах Все достойны Лишь уничтожения Но Иисус оставил Славу неба И подобно вот Эйс Осии Который показал Вот этот пример Он пришел на эту низкую землю Для чего? Чтобы взыскать И спасти погибшие Найти то, что уже бы обречено Найти на то, что казалось Уже недостойно милости Какой-то любви Но найти его И вернуть его В отчий дом Невозможно передать Как чувствовал себя Осия Когда Бог повелел ему взять Эту жену-блудницу Жить с ней Родить детей А потом Когда она ушла К другому Пойти выкупать ее Чтобы продолжать жить с нею И снова заботиться о ней Потом он говорит Иосии 3 глава 3 стих Много дней оставайся у меня Не блуди Не будь с другим Так же и я буду для тебя Братья и сестры Верность Господа Открылась в том Что он пришел Чтобы искупить грешников Осия заплатил Высокий выкуп Высокую цену За выкуп своей жены Чтобы вернуть ее В свой дом По мерках того времени Был очень высокий выкуп Но Иисус Братья и сестры Мы знаем Заплатил еще дороже Он кров свою пролил Он жизнь свою отдал И Петр говорит Не тленным серебром Или золотом Искуплены вы От суетной жизни Но драгоценную кровью Христа Как непорочного И чистого Агнца Верность Осии Это прообраз Господа Нашего Иисуса Христа Смотрите Верностью Его Мы призваны Мы искуплены Верностью Его Мы можем приходить К Богу С искренним сердцем С полной верой Украплением Очистивший сердца От порочной совести И омывший тело Водою чистою Будем держаться Исповедания Упования Неуклона Почему? Потому что Вверен Обещавший Евреям 10 глава Это 23 стихи Верностью Христа Мы имеем силы Побеждать искушения Почему? Потому что Вверен Обещавший И написано Он не попустит Нам быть искушаемым Сверх сил Но при искушении Даст и облегчение Так, чтобы мы могли Перенести Он проявляет верность Во всем И мы это видим И это проявляется В жизни нашей Верностью своей Господь прощает нам Грехи Когда мы грешим Проявляем где-то неверность Подобно жене Осии Если исповедуем Грехи наши То Он Будучи верен И праведен Простит нам Грехи наши И очистит нас От всякой неправды Это великая весть Это великая радость Великое утешение Для нас Да, мы несовершенны Но Бог наш Совершен Господь Иисус Христос Он верен И Он проявляет Свою верность И мы торжествуем И радуемся И благодарим Господа Верностью своей Написано 2 Фессалоники 3 главе Господь утверждает Нас И сохраняет нас Верностью Своею Он ступается И защищает Нас Молодой христианин Был в армии Он возил Работал В армии Возил Хлеб На машине Хлебовозки Однажды Загрузившись Хлебом Он направился В дорогу В этот день Как и раньше Он проверил Двери Проверил все Замки Чтобы удостовериться Что все Закрыто Он может Спокойно Довести Этот хлеб Куда Куда ему Нужно Но проехав Некоторое Расстояние От того места Откуда он Выехал Он как-то Обратил внимание И заметил Что булки Булки хлеба Валяются По дороге Он Конечно Встревожился Остановился И когда он Проверил свою машину Он увидел Что все Двери Открыты И хлеб Раскидан На дороге Когда он Посмотрел На этот хлеб То такое Впечатление Как будто Кто-то рукой Этот хлеб Выбрасывал Знаете Когда на повороте Где-то едешь И машина Рассыпает хлеб Оно все Высыплется А это как будто Кто-то Раскидал Когда он Потратил Время Некоторое Для того Чтобы собрать Этот хлеб По дороге И Начал ехать Дальше Он увидел Что за поворотом Который Следовал За этим Происшествием Или от места Этого происшествия Случилась Страшная авария Там Вовлечены Были Две Большие Машины И даже Авария Со смертельным Исходом Только Теперь Он понял Что Господь Сохранил Его Только Теперь Он понял Что Что-то Случилось Может быть Там Масло Где-то Было Разлито На повороте И машины Скользили И машины Пошли В кювет Или навстречу Друг другу Что-то Произошло Но Господь Послал Ангела Своего Чтобы Чудесным Образом Избавить Его От погибели Господь Мы Не доверяем Или Не любим Достаточно И мы проявляем Неверность Господу Но Он Остается Верным Знаете Когда мы Исследуем Книгу Пророка Осии Здесь Много Образов Как я Сказал Где мы Видим Иисуса Христа В этих Образах Это Самое Главное Это Верный Муж Который Хранит Верность Даже Неверной Жене Это Самый Главный Образ Господа Иисуса Христа Который Мы Находим В книге Осии Но Еще Есть Несколько Напоминаний Или мест На которые Ссылаются Братья Евангелисты Богословы Которые Изучают Книгу Пророка Осии Нужно Отметить Что В этом В этой Книге Одиннадцатая Глава Первый Стих Здесь Есть Такое Место Которое Обращает Внимание Читающего Размышляющего На тот Момент Когда Иосиф С Марией Берет Маленького Младенца И Бежит Спасая Младенца В Египет И там Такие Слова Из Египта Я Вызвал Сына Моего Евангелист Матфей Употребит Это место Вспоминая И это место Только здесь Здесь У книги Пророка Осии Бог Через Иосиф Заранее Говорит О том Что Иисус Христос Когда Родится Когда Придет На эту Землю Из Египта Он Вызвет Своего Сына Второе Место Осии Шестая Глава Первая Вторая Стихи В скорби Своей Они Сраннего Утра Будут Искать Меня И Говорить Пойдем Возвратимся К Господу Ибо Он Уязвил И Он Исцелит Нас Поразил И Перевяжет Наши Раны Оживит Нас Через Два Дня В третий День Восставит Нас И мы Будем Жить Предлицем Его У пророка Эти слова Конечно Обозначают Кратость Времени После Которого Пленникам Видят Предсказание Того Что Иисус Христос Будет Во гробе Только Два Дня А на Третий День Воскреснет И когда Исследовалось Священное Писание Только После Места После Пророка Ионы Который Предзнаменовал Что Иисус Христос Будет Во гробе Два Дня А на Третий Воскреснет Как Иона Был Иисус Христос Сказал Как Иона Показал Так и Сыну Человеческому Нужно Будет Третий День Воскреснуть Во всей Библии Нет Другого Места Как Только Это Которое Говорит И подтверждает То Что Господь Иисус Христос Придет Он Пострадает Он Умрет Но Он Побудет Во гробе Только Два Дня И на Третий День Воскреснет Осии 13 Глава 14 Стих Написано От Власти Ада Я искуплю Их От Смертью Избавлю Их Смерть Где Твоя Жало Ад Где Твоя Победа Эти слова Которые Мы Всегда Цитируем Проповедуем Когда У нас Праздник Пасхи Ну Еще Иногда Но Это Торжество Это Торжество Над Адом Это Торжество Над Смертью Потому Что Мы Проповедуем Настанет Момент Иисус Христос Придет Он Войдет Туда Преисподнюю Чтобы Пленить Плен Чтобы Войти Вот В ад И удержать Победу Над Смертью И это Великая Радость Это Это Великое Благословение И счастье Для всех Нас Знать И Как я Сказал Мы можем Эти слова Находить Уже У книги Пророка Пророки Осии Братья и Сестры Ведь Господь Иисус Христос И его Образ Вот Виден Во всех Этих Четырнадцати Главах Книга Книги Пророка Иосии И в основном Как я Сказал Образ Верности Господа Иисуса Христа Верность Заключается В том Что Ради Нас Он Предпринял Это Бегство В Египет Ради Нас Он Воскрес Ради Нас Он Все Сделал Для того Чтобы Победить Ад Войти Нужно Было В ад Чтобы Победить Смерть И Чтобы Мы Могли Жить Вечно С Ним И Поэтому Когда Мы Читаем Книгу Пророка Иосии И эти Образы Встают Перед Нами Мы Видим Господа Иисуса Христа И мы Прославляем Его Образ Господа Иисуса Христа В книге Пророка Иосии Также Выражен Наименовании Детей Мы Немножко Слышали Михаил Нам Сегодня Сказал Вот Этих Детей Которая Родила Ему Его Жена Гомер Трое Детей Их Имена Которые Дал Осия По Повелению Господню Израиль Непомилованная И Немой Народ Бог Говорит Я Верный Бог Я Любви Обилен Бог Я Хочу Чтобы Вы Пришли Ко Мне Я Хочу Чтобы Вы Вернулись Я Соберу Вас Со Всех Народов Я Очищу Вас Я Вас Прощу Я Освобожу Вас От Вашей Неверности И Греховности Я Сделаю Так Что Люди Всей Планеты Из Язычников Из Иудеев Станут Одним Целым Были Когда-то Немой Народ Были Когда-то Непомилованные А Станут Одним Народом Которых Я Буду Называть Своими Детьми Вот Смотрите Осия 2 глава 16 19 23 стихи И Будет Тот День Говорит Господь Ты Будешь Звать Меня Муж Мой И Не Будешь Более Звать Меня Вали И Обручу Тебя Мне Навек И Обручу Тебя Мне В Правде И Судей Благости И Милосердии И Обручу Тебя Мне В Верности И Ты Познаешь Господа И Посею Для Себя На земле И Помилуй Непомилованную И Скажу Не Моему Народу Ты Мой Народ А Он Скажет Ты Мой Бог Знаете Эти слова Переклюкаются В Новом Завете Не раз Когда мы Исследуем Новый Завет Когда мы Читаем Слова Апостола Петра Новый Род Избранный Царственное Священство Народ Святый Люди Взятые В удел Чтобы Возвещать Совершенство Призвавшего Вас Из тьмы Чудный Свой Свет Некогда Не народ А ныне Народ Божий Некогда Не помилованные А ныне Помилованные Мы видим Обещание Господа Иисуса Христа Мы видим Обетование Его Которое Исполнилось В Иисусе Христе Что люди Люди Были Избраны Привлечены И помещены В тело Иисуса Христа Чтобы Церковь Господня Торжествовала И прославляла Будучи Народом Божьим Будучи Помилованным Или апостол Павел Пишет В послании К римлянам Как Иосии Говорит Не мой Народ Назову Моим Народом И невозлюбленную Возлюбленную И на том месте Где сказано Вы не мой Народ Там названы Будут Сынами Бога Живого Братья и сестры Какие Великие Обетования Какое Великое Откровение Для всех Нас Для тех Кто любит Господа Иисуса Христа Обращаясь К книге Иосии Видеть Образы Иисуса Христа В каждом Из этих Примеров Каждый Из этих Образов В каждом Из этих Стихов Братья и сестры Обетование Из Осии Или через Осию Прозвучало Где-то за 700 Чуть даже больше 700 лет До Рождества Господа Иисуса Христа И оно Исполнилось И оно исполнилось Для всех Нас И теперь Миллионы Людей Могут Прийти Господу И сказать Ты мой Бог Ты мой Спаситель Ты скала И надежная Опора Моя Христос Основа Церкви Лишь в нем Стоит она Его Бессмертным Словом Она Возрождена С небес Ее Взыскал Он За жизнью Страдал Омыл Свою Кровью И к Святости Призвал Это то Что Господь Иисус Христос Сделал Для своей Церкви И слава Ему За это Братья и Сестры Слава Господу За Его Слово Слава Господу За то Слово Которое Он Записал Через Пророка Осию Вы знаете Вникая В эти слова Еще больше И больше Становится Понятен Вот этот План Спасения Который Господь Приготовил И знаете Как-то Автоматически Читая Вот эти слова Которые Я остановился Как-то Даже Хочется Сказать Что Эта книга Где-то Имеет отношение К Новому Завету Потому что Она имеет отношение К нам Братья и Сестры Эти все Обетования Эти все Открытия Эти все Места Говорящие Нам о Господе Нашем Они Такие Дорогие Для нас Слава Господу За его Верность Верный Муж Это не Просто Тема Или Книга Проповеди Братья и Сестры Это Одно Из Имен Господа Нашего Иисуса Христа В последних Главах Библии А именно Откровение 19 глава 11 стихом Написано И увидел Я Отверстие Неба И вот Конь Белый И сидящий На нем Называется Верный Истинный Который Правильно Судит И воинственный Братья и Сестры Верность Господа Иисуса Христа Проявляется В том И проявится Еще В том Что Он Обязательно Придет За Своей Церковью За Теми Кого Он Искупил За Тех Кого Он Заплатил Высокую Цену Искупления Свою Кров Свою Жизнь Он Обязательно Придет Чтоб Забрать Небесные Обители Еще Одна Верность Проявится Его В том Что Он Будет Судить Потому Что Как Мы Прочитали Он Тот Который Верно Судит И Воинствует И Он Обязательно Будет Судить И Написано Того Имя Имя Кого Че Не записано В книге Жизни Они Будут Брошены В озеро Огненное И Знаете Там Такого Термина Не Будет Как Сейчас Иногда Можно Услышать Я Как То Прошмыгну В Небесные Ворота Он Верный Бог И Он Будет Судить По Правде Он Будет Судить Все Правильно Братья И Сестры У Нас Сегодня Есть Возможность Для Того Чтобы Может Быть Где-то Мы Посмотрев На Свою Жизнь Может Быть Где-то Взвешивая Себя И Своё Поведение Может Мы Где-то Проявили Неверность Перед Господом Нужно Посмотреть На Себя И Попросить У Господа Прощения Есть Время Покаяться Есть Время Тем Может Быть Которые Где-то Слышали И Знали Но Не Верили И Не Ходили За Господом И Не Приняли Его Своим Спасителем Я Хочу Сказать Что Господь Хочет Сегодня Чтобы Вы Проявили Свою Верность И Пришли К Нему Шаги Слышны Уже Христовый Звучит Уж Последний Клич О Друг Мой Из Рабства Выйди Христос Мир Тебе Дарит Может Завтра Будет Поздно И Уже Невозможно Спасение Найти Ты Торопись Братья И Сестры Мы Сейчас Будем Молиться Но Прежде Тем Чем Помолиться Я Хочу Прочитать Один Стих Этот Стих Из Книга Пророка Осии Знаете Когда Я исследовал Я не раз Этот Это 14 Глава 3 Стих Возьмите Собою Молитвенные Слова И Обратитесь Господу Говорите Ему Отними Всякое Беззаконие И Прими Во благо И Мы Принесем Жертву Уст Наших Давайте Так И Сделаем Братья И Сестры Возьмем Молитвенные Слова И Вознесем Господу Хвалу Жертву Уст Наших В этот Час Аминь Куда Войду От Духа Твоего Доброе Разве Господи Возможно Твоё С Тобою Слинное Сестро И Наш Союз Святой И Непреложный Твоего Пойду Твоего Убегу Чему Пересекать Сириды Аминь Жить Без Тебя Я Не Могу Я Не Могу С Собой Господь Спаситель Ной Останусь Восьмой Крылья Утренней Зари И Будет Суть Как Краине Вселенной Ты Будешь Там И Дух Мой Ам 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 Присутствие Твое Там Несомнение Куда Пойду Куда Я Убегу Чему Пересекать И Дианы Жить Без Тебя Без Тебя Я Не Могу С Тобой Заскодь Спаситель Мой Останусь С С И Преисподние Места Места Ночь Шаски Без Гром Лиск От Рады Ты Здесь Господь Произне Сот Устан А Слух Уловит Я С 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 Я С С С С С С С С С Субтитры создавал DimaTorzok Апостол Павел в послании к евреям говорит, что главное же в том, что мы имеем великого первосвященника, который верен во всем доме его. Дом же его мы, если толкодерзновение и упование, которое хвалимся твердо, сохраним до конца. То есть, если мы сохраним верность Господу до конца. Слава Богу, что он напомнил нам о том, чтобы мы были верны и верны в малом. Давайте мы помолимся Господу друг о друге и за все благословения, которые мы имели в этом дне воскресном до сего часа. Отче наш, Сущий на небесах, мы благодарим Тебя, что Ты от века и до века верный Бог. Ты верен, Господи, Слову Твоему. Поистине не пройдет ни одна черта или иота из Слова Твоего. Все исполнится, как Ты начертал в Вечном Писании. И Ты, Господи, и нас призываешь к тому, чтобы мы, давши Тебе обещание верности, хранили это обещание. Чтобы старались пред лицом Твоим не смешиваться с миром, не блудодействовать глазами нашими, чувствами нашими, но сохранить чистоту мысли нашей, взгляда нашего, отношение к Тебе, Богу нашему Отцу, Сущему на небесах и Сыну Твоему, Иисусу Христу, Который был верен во всем и пострадал за нас, и отдал жизнь свою, и ныне ходатайствует пред Тобою, Отцом Небесным, чтобы и мы были верными, чтобы мы сохраняли заповеди, чтобы мы старались ходить пред Тобою и быть непорочными. Дай в этом Твою благодать, которая и созидает нас, и хранит нас, и оберегает от всякого рода зла. Помоги быть послушными Духу Твоему Святому, Слову Твоему и голосу совести, который Ты вложил внутрь нас, чтобы мы прислушивались к этому и стремились к совершенству. Благодарим за Слово Твое, за общение с Тобою друг с другом. Благодарим за Дух Твой Святой, который обличал, научал и наставлял нас на всякую истину. Дай, Господи, не забыть это. И когда мы скроемся друг от друга, дай помнить, что Ты за нами наблюдаешь, и Ты пишешь о нас памятной книге, о всех деяниях наших. И придет время, Ты откроешь эти книги, и Ты засвидетельствуешь о том, были ли мы верными или неверными пред очами Твоими. Дай Твою благодать каждому из нас оказаться верным. И ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем расходиться.